привет подписчики сегодня варим сварочным аппаратом деку такой легкий короче килограмм два с половиной на где-то весит коробка большая сам по себе легкий аппарат потому что там внутри нифига нету нифига вот так погонял его короче на электродах в принципе аппарат нормальный нормальный просто на малых токах он электроды именно у они 1355 именно у они не варит остальные все варит то есть и на малых токах лбшки варит на малых токах имеет имеется ввиду на малых токах на нормальных токах он и все варит то есть но о чем мы хотим в принципе от бытового сварочного аппарата вы же не забывайте пожалуйста что он стоит копейки и предназначен только для каких-то мелких работ бытовой слово бытовой вы должны понимать пойдем красавца сегодня сегодня будут ним варить сварщики снакс вот а я буду наблюдать и мы посмотрим сможет смогут они ним поварить или нет то есть одному сварщику сколько лет 10 и 11 лет поэтому посмотрим справятся они с аппаратом деку или нет у меня есть здесь несколько швов я вчера не варил покажи вот эти вот швы вот я вчера дека проварил но это рутил одни короче монолит а другой шов mr3 шлак полностью сам отошел полностью полностью шлак сам отошел то есть варил я на 160 амперах по крутилке нижнее положение видите да поэтому аппарат в принципе но нормально сегодня я сейчас для подтверждения того что он варит у они я возьму вот электрод уводит 1355 вот три миллиметра сейчас они вот здесь по ржавчине по ржавчине проварю шов чтобы вы понимали что он его не варит но на малых токах он них не варит а вам эти малые токи не нужны а если вы умеете варить электродами у они на малых токах тогда вам нужен тогда вы профессиональный сварщик а если вы профессиональный сварщик зачем бы бытовой аппарат вы уже сами знаете какой вам аппарат нужен если вы профессиональный сварщик так чего у нас сейчас мы кабеля день обязательно обязательно ребята плюс на электрод минус масса потому что у они только так варится плюс на электрод минус масса покажи сколько ампер вот на таких амперах я сейчас поварю электродом у они по ржавчине с распознаваем с с м с м с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он тухнет, потому что не любит короткую дугу. Не любит короткую дугу... Покажи, что... Не любит короткую дугу именно на электродах УОНИ-1355. Сейчас я возьму электрод МОНОЛИТ. Проварим шов. Я чуть поменьше сделаю... 150, поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... на 150 ампер, вы видите какой поджиг хороший, на 150 ампера, ну по крутилке, смотрите, шлак сам подымается, то есть аппарат хороший, ни один аппарат с такой ценой не будет варить тугоплавкие электроды, понятно, это вам хоть как не крути, ни один аппарат дешевый не сможет этого сделать, только примерно уже так ценовая категория уже когда там где-то от 5000, те уже наверное некоторые смогут, ну как видим шлак уже сам отходит, смотрите, получается вот такой вот шевчик, покажи вот на таких амперах, аппарат этот я сказал что он лучше евролюкс, нет я так не, теперь я так не считаю, я считаю что этот аппарат или такой же самый как евролюкс или немножечко хуже итак поехали, сварочный аппарат дек деко 200 и супер сварщик николай, сиди дома не гуляй пытается одеть электрод, все, есть, давай вари, Коля это не неон, я сразу предупреждаю осторожно давай я помогу, какой ты стороной вот, да варей слышали, да, такой писк, какой небольшой стоит так, залип электрод, что он будет делать с ним так вот, вот так и горят сварочные аппараты, понятно, вот когда вот так ну что, Коля, неон лучше? да угол наклона сильный, вот так, да ну вот, вроде бы, процесс пошел ну, как видите, антизалипание работает электрод не расплавился обычно да это ну дело Nah не так закончил работу сторону отходим давайте посмотрим что у нас там наварено кстати хороший шов получился смотрите о ничего себе тут прям отличный шок вот такой шов для 10 лет я думаю отлично без тренировок уверяю вас без тренировок то есть вот сейчас электрод взял руки и все это сделал до следующий так следующий сварщик у нас без тренировки она без тренировок маску одень варить давай на железе где хочешь там и варить вот тут уже получше поджиг пошел видите сварочный аппарат дека даже дети справляются с ним конечно соблюдаю всю полностью технику безопасности все у меня под контролем стол замассирован все 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 должно быть идеально техника безопасности обязательно поэтому не не переживайте я все предусмотрел ну давай посмотрим что ты там наварила а зачем ты крутишь диана надо полумесяца вводить они крутить не круговыми движениями не варится надо вот так полумесяцем туда-сюда вот так водить или елочкой туда-сюда вот так водишь понятно вот так вот водишь как я нарисовал смотрим что тут у нас хотя неплохой шов получился вот такой вот шовчик не хочет фокусировать а ну с этой стороны на свет видно да в принципе нормальные швы нормальные точно какие еще раз хочу попробовать елочкой давай ты смотри уже подавай электроды давай а как видите сварочный аппарат замечательный даже для детей то есть дети справляются с поджигом шов пытаются наложить поэтому отличный сварочный аппарат за его деньги просто замечательный а то я с вами зайцев тут наловлюсь уже сейчас посмотрим что ты тут наварила слишком широко водила широкий шов получился надо поуже водить немного чтобы был широкий шов это тоже не хорошо понятно да смотрим что у нас тут ну уже вот шов такой более-менее вот он шов уже меньше пор на нем да вот но слишком широко то есть ты уже елочкой поварила и уже шов такой более-менее получился фу воняет чем-то пластмасса это не телефон у меня тут угорит вот такой шовчик видите да все-таки елочкой надо варить а этих два предыдущих ну все конец видео ставьте лайки подписывайтесь на канал вы все сами видели что говорить пока до следующего видео спасибо спасибо Продолжение следует...